Почетный караул, торжественный гимн, элегантный костюм. Анна Петровна Филичева входит в зал с достоинством женщины, за плечами которой 95 лет жизни. Человек-легенда, самый старший житель и единственная в Губкинском участница Великой Отечественной войны. Первым поздравление приносит глава города Андрей Гаранин. Анна Петровна, я искренне благодарен вам за все, что вы сделали для нашей страны, для нашего города, зная, какое вы серьезное образование давали своим детям, были педагогом, показывали и рассказывали, какие во времена Великой Отечественной войны происходили события. Это очень важно, потому что связь поколения, она должна быть всегда. Хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего, в первую очередь здоровья, чтобы близкие вас всегда радовали, чтобы вас радовал наш город. Чествовали ветераны, руководители городских учреждений и организаций. Поздравлением присоединились и представители предприятий топливно-энергетического комплекса. Александр Петровна, огромного здоровья. Будьте здоровы, потому что именно такие люди, которые вздоевали для нас мирное небо. Будьте здоровы, будьте уверены в завтрашнем дне. С наступающим вас праздником Великой Победы. Ваш героизм, ваша трудовая доблесть и ваши подвиги оказали очень серьезный результат нашей победы. Хочу вас поздравить с 90-летием, пожелать вам здоровья, благополучия, успехов. Мы всегда помним о ваших подвигах, мы всегда знаем о них. И благодаря вам непосредственно здесь такая сильная и крепкая держава под названием Российской Федерации. Анна Петровна родилась в Ленинградской области, в семье служащего и колхозницы. Всегда хотела быть педагогом, но судьба отсрочила исполнение мечты. После первого курса училища ей пришлось стать военной телеграфисткой. Норвегия, Восточная Пруссия, Западная Украина, Польша. Она начала войну в звании ряда бомба, закончила сердцем жанром. После демобилизации из армии Анна поступила в учительский институт в городе Меликкес. Ныне Деметроград. Вышла замуж, родила двух сыновей. Свою трудовую деятельность в мирное время начала в учительском институте, лаборанткой, на кафедрах истории и литературы. После войны Анна Петровна продолжила учебу. Высшее образование получила в Калужском пединституте, который окончила экстерном. Большая часть преподавательского стажа связана с Курганской школой номер 29, где она 25 лет вела уроки истории. После выхода на пенсию и переезда к сыну в Губкинский Анна Петровна 4 года работала по специальности в школе номер 4. В честь юбилея слова поздравления и признания от коллег по цеху. Анна Петровна, искренне я всей души поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Ваш жизненный путь является примером для подрастающего поколения. 30-летний вклад в образование детей в качестве учителя истории, в том числе в нашем любимом городе Губкинский, говорит о многом. По вашей жизни можно изучать историю. Среди горожан Анна Петровна известна не только как ветеран и учитель. Ее отличает бесконечная доброта к окружающим людям. На юбилее начальник управления по труду и соцзащите Оксана Акимова рассказала историю от ее сотрудницы, которая однажды находилась на лечении в городе Кургане. Как-то мне звонит и с таким удивлением говорит, представляете, Оксана Васильевна, сегодня лежу и вдруг в палату с пирожками входит Анна Петровна. Я ей говорю, Анна Петровна, как же вы так, в такой большой клинике, столько корпусов, как же вы сюда дошли и как же вы меня вообще нашли? Она, знаете, что я ответила? Она говорит, Наташенька, я всю войну прошла и до Чехословакии дошла. Неужели я сюда не дойду? В Губкинском с особым почтением относятся к тем, кто своими руками ковал победу. Как дань уважения – большая реконструкция площади воинской славы, намеченная на это лето. По мнению Анны Петровны, сохранение памяти – это лучшая благодарность. Чествую все-таки первую очередь, главным органом солдата. И вот такое гражданское отношение к событию очень важно. Я это сегодня почувствовала, очень тронуто и огромное спасибо. Анна Петровна Филичева – человек особого поколения. В качестве наставления – простые фразы. Любить свой край, где ты живешь, где ты родился, любить страну свою. Вот это основное должно быть в человеке. Куда бы он ни отлучился, куда бы он ни уехал, он всегда вспоминает Россию, и всегда ее любит, и всегда снова тянется к России. Поэтому, пока живете, умеете ценить и любить свою страну, свое государство. Валерий Усманов, Андрей Бучинский. Новости Губкинского.